Кот Дурова представляет Всем привет, меня зовут Дмитрий Эберман У нас сегодня воскресенье, мы начинаем воскресную подборку новостей Меня зовут Дмитрий Эберман, лайк, подписка на канал, поехали! Как сообщает Blumberg, компания Apple работает над функцией отслеживания сна И скорее всего к 2020 году эту функцию мы сможем с вами увидеть в новых Apple Watch Да-да, я понимаю, что можно здесь задать резонный вопрос Эта функция уже есть в Series 4 и в Series 3 Но очень важный вопрос в критерии и качестве Который, собственно, выдает эта функция Сейчас она достаточно часто ошибается Плюс ко всему не выдает полную детализацию статистики касательно вашего сна И как минимум, предположим, не делит их на различные фазы И не считает, сколько вам нужно еще поспать И, собственно, вот эти все детали, их, к сожалению, не учитывает компания Apple на данный момент времени Первые шаги компании Apple в этом вопросе начались еще в далеком 2017 году Когда купертиновцы купили финский стартап Bedit Который занимались разработкой трекеров сна Который выглядел как браслет И в нем было очень-очень много датчиков Которые, собственно, и считали как раз эти фазы сна И выдавали эту четкую детализацию статистик На данный момент браслет от Bedit представлен на сайте компании Apple И большое обновление он получил в 2018 году Скорее всего, к 2020 его интегрируют непосредственно в Apple Watch Естественно, компания Apple хочет занимать первое место в подобном рейтинге Всех этих фитнес-трекеров Трекеров сна И всего, что касается со здоровьем И я думаю, у них это очень круто получается Интегрировать это в стильный аксессуар Который подойдет под любой ваш гардероб Будет вам присылать уведомления И, естественно, следить за вашим здоровьем Так держать Apple Будем смотреть на это развитие далее Пока что ни у кого из конкурентов так круто Это не получается Друзья, обычно, когда мы говорим о Роскомнадзоре Или о каком-то новом законе, который принимает непосредственно правительство Российской Федерации Мы говорим в отрицательной коннотации Но сегодня бы хотелось немножко изменить Потому что Владимир Путин принял непосредственное участие в заседании коллегии МВД И напомнил о том, что непосредственно стоит заниматься работой Предотвращать некий этнический конфликт Работает над предотвращением действий каких-либо незарегистрированных группировок Которые могут, собственно, как-либо навредить И также ему пришлось напомнить о декриминализации Точнее, частичной декриминализации статьи 282 Напоминаем о том, что согласно закону Уголовная ответственность за экстремистское преступление в онлайн-пространстве Наступает только при условии Если вы повторно его совершаете в течение года Комиссия по ценным бумагам подала в суд на Илона Маска Из-за того, что тот запостил твит Дело в том, что Маск, подписывая договор с комиссией по ценным бумагам Обязался согласовывать все свои публикации в социальных сетях Потому что каждая публикация в социальных сетях Маска Может вызывать странное поведение инвесторов И подобное нарушение комиссия по ценным бумагам Заметила в недавнем посте Илона Маска Где он рассказывал о том, что компания Тесла Выпустит уже 500 тысяч автомобилей в этом году Позже Маск уточнил о том, что объемы производства Достигнут приблизительно 400 тысяч автомобилей И также посмеялся над комиссией по ценным бумагам Когда заявил о том, что они не прочитали стенограмму Которую прислала им компания Тесла Где четко говорится о том, что увеличение производства Будет от 350 до 500 тысяч в этом году Друзья, на этом все Подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому ролику Не забываем ставить колокольчик И пишите в комментариях, что вы думаете По поводу новостей за прошедшую неделю На этом все, до новых встреч, пока! Подписывайтесь на Код Дурова в Телеграм и во Вконтакте Чтобы всегда быть в курсе интересных новостей